Всем привет! Меня зовут Андрей, сервисная служба компании Bytec Machinery. Как вы знаете, мы являемся эксклюзивным дистрибьютором итальянского бренда мобильных резиновых сушилок Fratelli Pedrotti. И сегодня, этим ранним прекрасным утром, я и мой коллега Борис приехали на наш объект в село Татищев-Погост в Ярославской области, чтобы показать вам, как нужно делать техническое обслуживание на шерзину сушилок, на примере вот этой вот модели LARCH 240. Для выполнения данной задачи нам потребуются тряпка и перчатки, очки, фильтровый ключ, набор ключей, плоская и крестовая отвертки, набор шестигранников, смазочный шприц, компрессор, мойка высокого давления, высокотемпературная смазка EP2, топливный фильтр, ремни, баллон со сжатым воздухом, воздуходувка, а также растворитель. Сперва давайте поговорим о технике безопасности. Всегда пользуюсь инструкцией по эксплуатации при проведении любых работ по обслуживанию техники. Операции по техническому обслуживанию и замене компонентов должны выполняться с разомкнутым главным рубильником, заблокированным навесным замком для обеспечения безопасности. Никогда не открывайте топливный бак вблизи открытого пламени при курении или работающей горелке. Металлические ювелирные изделия стоит снимать при проведении подобных работ. Все действия будут проводиться в соответствии с заводской инструкцией проведения технического обслуживания. Специально для всех эксплуатантов мобильных зерносушилок Fratelli Pedrotti, сервисная служба команды Bytec Machinery упростила регламент, уместив все на одной странице, которую вы можете видеть перед своими глазами, а также на сайте bmsupport.ru. Несмотря на то, что установка рассчитана на работу в тяжелых условиях, необходимо поддерживать ее высокую производительность, начиная с очистки. Поэтому необходимо посредством визуальной оценки ежедневно проверять те элементы, накапливание грязи в которых может привести к неисправности оборудования. Это касается вентилей, электрических распределенных коробок, электромагнитных клапанов, датчиков, микропереключателей, движущихся деталей и так далее. Перейдем к смазке. Эта операция очень важна для правильного функционирования машины и для длительного срока службы подвижных компонентов. Сушилка оснащена точками смазки, чтобы смазывать элементы во время работы машины без какой-либо опасности для оператора, а также для более равномерного распределения смазки. Смазка должна выполняться каждые 36 рабочих часов. Используем высокотемпературную смазку с рабочей температурой как минимум 180 градусов по Цельсию. Закачиваем ее шприцом из расчета 15 грамм на одну точку смазки. Также стоит упомянуть, что для зерносушилок системой автоматической смазки данную операцию выполнять не нужно. Изымите фотоэлемент из его корпуса в горелке и протрите мягкой чистой тканью стеклянную часть. Поместите фотоэлемент обратно в корпус, убедившись, что он надежно зафиксирован. Очищайте фотоэлемент при каждом запуске в начале каждого нового цикла. Теперь давайте поговорим в операциях, которые необходимо выполнять каждые 100 часов эксплуатации мобильной зерносушилки. Проверьте натяжение всех ремней после первых 10 часов работы. Проверяйте натяжение каждые 100 часов работы и при необходимости регулируйте. Проверки необходимо подвергнуть следующие ременные группы. Ременный привод для центрального шнека, ременный привод для загрузочного шнека. Все ремни или комплекты ремней оснащены натяжителями. С их помощью вы можете легко отрегулировать ремень. И не забывайте, что для продления срока службы оборудования и обеспечения стабильной его работы нужно использовать только оригинальные запасные части. Регулярно проверяйте состояние стальных подъемных тросов. Если обнаруживается износ или ржавчина, трос следует незамедлительно заменить тросом идентичной спецификации. Выполняйте тщательную проверку каждые 100 часов, обращая особое внимание на крепление и фиксацию кабелей. Осуществляйте полную проверку шин и дисков каждый раз, когда готовите сушилку к буксировке, но не реже, чем раз в 100 часов работы. Правильное давление должно составлять 5,3 бар. Проверьте их состояние и при необходимости заменяйте новыми шинами с такими же характеристиками. Также стоит убедиться, что колесные гайки затянуты и надежно зафиксированы. Электродвигатели не требуют отдельной смазки, так как оснащены постоянно смазывающимися подшипниками. Избегайте попадания в электродвигатели пыли и покрывайте их пластиковой защитой во время зимнего сезона. Теперь речь пойдет о том, какие действия нужно проводить каждые 200 часов работы. Главным образом они касаются блока горелки и ее компонента. В начале каждого сезона и далее каждые 200 часов проверяйте и очищайте следующие фильтры. Главный фильтр на топливопроводе. Открутите нижнюю часть корпуса фильтра и снимите фильтрующий элемент, очистите его щеткой или тряпкой. Если фильтр имеет какие-либо признаки износа, замените его новым. При повторной сборке блока фильтра убедитесь, что резиновое уплотнение расположено правильно, чтобы блок остался воздухонепроницаемым. Фильтр-насос. Чтобы снять этот фильтр, необходимо открутить 4 болта, вкрученных в боковую панель, которая закрывает насос. После очистки фильтров рекомендуется слить насос, чтобы избежать попадания воздушных пробок в трубы. Ослабьте кран, расположенный в верхней части насоса. Запустите сушилку на стандартных оборотах, нажмите на кнопку включения горелки, а двигатель горелки запустится немедленно, вытеснив внутренний воздух через кран насоса. Когда вы увидите, что топливо выходит из насоса, закрутите кран. При необходимости повторите эту убирацию несколько раз. Сопловые фильтры и сопла. Освободите центральный зажим, который удерживает горелку в камере сгорания. Найдите опору, поддерживающую устье горелки, сдвиньте горелку, открывая ее конец. Снимите сопло с помощью гаечного ключа. Фильтры навинчиваются на сопло и легко откручиваются. Если они загрязнены, рекомендуется также очистить сопловые отверстия. Не используйте абразивные материалы для очистки. В головке горелки размещены электроды, сопла и дефлектор воздуха. Иногда в них накапливается пыль, что приводит к неправильной работе электродов и ограничивает эффективность дефлектора воздуха. Снимите горелку с опоры и очистите с помощью сжатого воздуха щетки или тряпки. Подробную информацию об обслуживании горелки вы можете найти в нашем отдельном видео. Давление топлива четко указано на манометре. Правильное давление составляет от 12 до 14 бар. Если насос не показывает правильное давление, отрегулируйте его, повернув финт сбоку насоса. Чтобы увеличить давление, поверните по часовой стрелке. Чтобы уменьшить, против часовой стрелки. Полный поворот увеличивает или уменьшает давление примерно на 2 бара. Правильная регулировка воздуха в основном необходима для обеспечения эффективного и чистого горения, которое обеспечивает хорошее качество высушиваемого материала. Чтобы горение происходило правильно, необходимо сначала независимо отрегулировать первое пламя, а затем приступать к регулировке второго пламени. Ослабьте ключ и отрегулируйте поток воздуха. Перемещайте втлево, чтобы увеличить поток воздуха и вправо, чтобы уменьшить. Второе пламя. Открутите шестигранную гайку для увеличения хода поршня. Это потянет рычаг, который соединен непосредственно с валом воздушной заслонки. Открутите и отрегулируйте, пока пламя не будет светло-желтым и чистым, без дыма и запаха. Зафиксируйте положение шестигранной гайки, прикрутив ее болтом. А сейчас поговорим о том, какие операции по техническому обслуживанию техники нужно проводить ежегодно. В начале каждого сезона проверяйте, чтобы все винты, гайки и болты были надежно затянуты. Если они повреждены, пожалуйста, замените их. Ну что ж, обслуживать зерно-сушилку оказалось не так уж и сложно. Но важно делать это правильно, чтобы она служила вам верой и правдой долгие годы. А также не забывайте проводить ежегодное техобслуживание в нашем сервисном центре. Ведь это поможет вам не только сохранить гарантию до 5 лет, но также получить советы и комментарии от нашего сервисного инженера. А еще обучить ваших операторов всем тонкостям и нюансам работы с зерно-сушилкой. Но меня зовут Андрей, сервисная служба Bytec Machinery. Рад стараться!